Всем здравствуйте! А Савелий всегда рядышком в скетчинге. Прелесть в том, что рисовать можно все, что угодно, и вдохновить может любая вещь, даже старый засохший куст шиповника. Во время прогулки с моей собакой я посмотрела на куст шиповника под снегом и подумала, красиво, его надо нарисовать, у него есть своя прелесть. Рисовать зимний сюжет с полезно красивым растением я буду в квадратном скетчбуке с акварельной бумагой. Простым карандашом провожу верхнюю и нижнюю линию забора. В общих чертах рисую дом за забором и дерево перед ним. На переднем плане сюжета покажу плоды шиповника. Утрированы большими, потому что они главные герои композиции. Тонким черным линером начинаю более детально прорисовывать ягоды, покрытые шапками снега. Линии слегка неровные, но это не страшно, потому что это придает скетчу больше живости. Рисую стволы и ветки шиповника. У каждого плода на конце остались засохшие чашелистики. Тонкий линер позволяет прорисовывать их очень детально. Рисую стебли замерзшего куста и дерево на заднем плане. Рисую примерно на глаз. У меня нет цели точно скопировать увиденное. Я хочу передать зимнее настроение и своеобразную красоту замерзшего шиповника. Забор я изображаю не как на фотографии, а сплошным из деревянных досок. По мере удаления от нас ширина досок забора уменьшается и вертикальные линии учащаются. Рисую очертания дома на переднем плане и второго дома за ним. Надо показать множество колючек на стеблях и ветках кустарника. Шиповник чемпион по колючкам. Стираю ластиком все карандашные линии. Смачиваю небо чистой водой и крашу его разбавленным ультрамарином. Тени на заснеженной крыше и на снежных шапках забора и куста покажу фиолетовым тоном. Его получаю смешивая бордовую краску с ультрамарином. Сап снег белый, его не крашу, но тени на снегу надо показать. Сначала разбавленным фиолетовым тоном покрываю все снежные шапки на кусте. Затем в самые нижние теневые части шапок добавляю более насыщенный фиолетовый тон. Излишки краски всегда можно убрать отжатой кисточкой. Изумрудной краской крашу дом. Добавляя к ней холодного фиолетового тона, показываю теневую часть дома под самой крышей. Смешав сетью с ультрамарином, получаю темно-серый тон для покраски окон дома. Перед покраской забора смачиваю его чистой водой. Крашу его жженой умброй. Теневые места под снежными шапками и деревянную фактуру досок показываю с помощью темно-коричневой сепии. Замерзшие плоды шиповника имеют красновато-коричневый оттенок. Похожий тон дает смешение бордовой краски с жженой умброй. Нижние ягоды крашу более насыщенным тоном такой смеси. В самые теневые места под снежными шапками и в нижние части плодов добавляю холодный фиолетовый тон. Резкие границы разных цветов сразу размываю чистой влажной кисточкой. Места крепления чашелистиков крашу добавляя в рабочую смесь сепию. Ею же рисую засохшие чашелистики. Я рисую беличьей кисточкой номер 5. Ее тонкий кончик позволяет рисовать аккуратно даже самые деликатные объекты рисунка. Женой умброй крашу стебли замерзшего шиповника, а также ствол и ветки дальнего дерева. Подписываю рисунок, называю его шиповник зимой, ставлю дату и свою подпись. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк, пришлите друзьям и подпишитесь на мой канал, если еще не подписаны. Это поддержит мое творчество, потому что я все для вас делаю сама. Благодарю за просмотр. На сегодня все. С вами была Елена. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok